Однажды один очень опытный проповедник сказал, когда я думаю о том, чтобы накормить свою паству, думая, что же важно сейчас и актуально для них, то обычно они получают эту пищу, но у меня такое впечатление, что они все равно что-то недополучили. А когда я готовлю проповедь, в первую очередь желая накормить самого себя, то как-то так получается, что и я наелся духовной пищей, и еще больше подкрепились мои дорогие слушатели. Я не знаю на своем опыте до конца еще, насколько это работает всегда, но сегодня, друзья мои, это тот момент, когда эта проповедь будет в первую очередь для меня, но я надеюсь, что вы также получите от этого благословение, и что хотя бы для кого-то одного это будет актуально и важно для их жизни. Поэтому то, что вы услышите сегодня, это в первую очередь такая проповедь-исповедь, но в то же время мотивация и вдохновение, я верю, что для каждого. Для начала, позвольте вас познакомить с первым слайдом. Любите IQ-тесты? Это не имеет значения, любите вы сейчас это или нет. Мы его пройдем сейчас очень быстро. Давайте сразу второй кадр. Во-первых, кто готов назвать каждого из тех людей, которых вы видите на экране? Это не столько IQ, как в принципе широта познания вашего ума. Вы можете все вместе, да? Кого вы видите? Винстон, Черчилль там, Маргарет Тэтчер видите, Теслу видите, а какие умнички. Наполеон кто-то сказал? Да нет, ты что, оговорился. А зря он там есть, но ничего. Конечно, это он. Леонардо да Винчи есть, посмотрите. Олег Боков. Кстати, это очень интересное примечание. Мы это обсудим. Лев Толстой, Саш, молодец. Инкулы краще живатые, знаешь, что такое есть. Хорошо, друзья. Давайте мы посмотрим сейчас, вот так вот прям проклацаем и познакомимся быстро с этими людьми. Просто, чтобы знать, кто здесь есть. Да, да, следующие кадры. Вот смотрите, тут есть у нас Гай Юлий Цезарь. Дальше. У нас есть... Это, кстати, не Бенджиан Франклин, это Леонардо да Винчи. Да, это опечатка потрясающая. Давайте дальше. А вот это уже у нас на самом деле Бенджиан Франклин на 100-долларовой купюре есть, друзья. Надо знать. Наполеон. Дальше. Томас Джефферсон. Очень известный деятель. Томас Эдисон. Тут понятно, да? Тесла. Дальше поехали. Черчилль, конечно же. Сальвадор Дали. Слышали когда-то такого? Конечно. Маргарет Тэтчер. Вот такие вот люди интересные. А теперь тест на IQ. Что объединяло всех этих людей? Умели думать. Даник, молодец. Я присваиваю тебе титул думающего человека. Хорошо. Давайте попробуем копнуть глубже. Как вы думаете, кроме того, что это великие люди, они все умели думать, как и наш Даник. Что еще их объединяло? А если знаешь, кем управлять, то получается, можно сказать, ладно. Ну, конечно. Давайте изменили историю. Изменили ход истории. Потрясающе. Были очень заняты. Были очень заняты. Друзья мои, все эти люди, все эти люди отличались тем, что очень мало спали. Буквально о трех из них скажу немножечко более детально. Вот посмотрите. Следующий кадр нам покажет еще раз Юлия. Цезаря, да? Он спал, представьте себе, по крайней мере, как говорит история, если она не ошибается, то он спал всего по 2-3 часа в сутки. Следующий кадр, насколько я помню, будет да Винчи. Друзья мои, да Винчи, он спал по 15-20 минут на протяжении суток несколько раз. Так называемый многофазный сон, и он был прям как родоначальником такого понятия, и очень многих других людей вдохновлял на такое, и говорил, что вот благодаря тому, что разбить вот так вот сон на несколько коротких этапиков, можно прям очень здорово выспаться. Ну и третий пример – это не Гай Юлий Цезарь, это, как мы говорили, Франклин. По его мнению, хорошего не должно быть много, а сон – это, несомненно, благо. Какая интересная логика, да? Поэтому Франклин говорил, что вот 4 часов достаточно. Говорит, тот, кто делал презентацию, не выспался, да? Это потому, что он великий человек тоже. Мало спит. Хорошо, друзья мои, спасибо за эти примеры, пока что этого достаточно. Друзья, это очень интересная тема для размышлений. В наше время мир предлагает определенный концепт. Он говорит, вы можете физически спать немного, для того, чтобы приобрести определенные с этого бенефиты, как бы выгоду. А духовно, в принципе, можете терпеть урон, не имеет значения. То есть, духовно вы можете впадать в спячку, но спать вы должны мало, потому что вы не успеете все сделать, что вам необходимо, если будете много спать. Интересно, что много книг есть на эту тему. Вот, конечно же, там это подается очень красиво, не в том плане, что вот вы будете как такие никакущие вообще, но спите мало, зато вот будете иметь много денег, там еще что-то другого. Нет, подается это очень красиво. Например, книга «Магия утра», если вы слышали, очень известная книга, я ее тоже читал. Там вообще так это классно подается, вы знаете, что очень много зависит от вашего настроя. То бишь, если вы ложитесь спать даже в 12, но запланировано у вас встать в 5, но вы при этом ложась, себя настраиваете на то, что вы выспитесь, то вы непременно выспитесь. А если вы ложитесь спать и говорите «О, 12 часов, я опять, сегодня поздно, это же я не высплюсь», то вы, соответственно, не выспитесь. Вот очень интересная такая теория. Говорят даже, что работает. Ну, много чего говорят, у меня это не всегда получается так. Друзья, но вот эта вот концепция мира, то, что вам главное успеть то, что вы сделали, вам главное иметь успех. И даже если при этом вы будете мало спать, ничего страшного, главное все успеть. А духовно, ну, это как бы уже так. Если получится. Друзья, Библия говорит немножечко о другом. И, конечно, если мы рассматриваем духовную составляющую, то Библия говорит наоборот. Духовно мы должны бодрствовать. То есть, духовно мы спать не должны. И давайте сразу прочитаем из Священного Писания в подтверждение этому, то есть, чтобы это не я говорил о Библии. Смотрите, как написано. 1 Фессалоникийцам 5, 5-10. Написано так. Ибо все вы сыны света и сыны дня. Мы не сыны ночи и тьмы. Итак, не будем спать, как и прочие, но будем бодрствовать и трезвиться. Ибо спящие спят ночью и упивающиеся упиваются ночью. Мы же будем сынами дня, да трезвимся, облегшись в броню веры и любви, в шлем надежды спасения. Потому что Бог определил нас не на гнев, но к получению спасения через Господа нашего Иисуса Христа, умершего за нас, чтобы мы, бодрствуем или спим, жили вместе с Ним. То есть, в духовном контексте апостол Павел призывает нас к бодрствованию. И тут как бы, ну, нечего добавить. Все понятно. Конечно, можно долго еще разбирать по полочкам каждый из этих текстов. Но основная суть нам понятна. Духовно мы должны бодрствовать. Добавляет апостол Петр. Он говорит так. Опять же таки, нам нужно бодрствовать духовно. Конечно, поэтому, кто сейчас будет спать, друзья мои, так как это будет опасно для вашего духовного бодрствования, будите друг друга. Это важно. В общем, с этим все понятно. Но говорит ли что-то Библия в отношении физического сна, друзья мои? О чем может свидетельствовать его недостаток? Каковы мотивы нашего недосыпа? И самое интересное, какое количество физического сна влияет на наше духовное состояние? Точнее, как количество физического сна влияет на наше духовное состояние, и в частности, на нашу веру? Об этом мы сегодня поразмышляем. И тема нашей проповеди. «Зря ты не выспался этой ночью». Или как недосыпание влияет на нашу веру и наше счастье? Скажите, как вы считаете, может ли количество вашего сна хотя бы частично отображать ваше понимание Бога и ваш уровень доверия к Богу? И да, и нет, вы знаете. С одной стороны, конечно, бывают разные обстоятельства. И нельзя сказать, что если человек не поспал этой ночью или ряд ночей подряд, это сразу означает, что он чего-то не понимает в плане божественных откровений или он духовно споткнулся. Но в то же самое время, друзья мои, да, может. И мы сейчас поговорим об этом. Это будет, поверьте, очень интересно. Предлагаю всем нам сейчас открыть наш центральный текст библейский, точнее, это два текста, записаны они в Псалмах, 126-й Псалом, первый и второй тексты. Послушайте, одни из моих любимых, просто потрясающий месседж. Послушайте. Песнь «Восхождение Соломона». «Если Господь не созиждит дома, напрасно трудятся строящие его. Если Господь не охранит города, напрасно бодрствует страж». Пока что нам этого достаточно. Какие сильные тексты, не правда ли, друзья? Которые показывают нам, что что бы мы ни делали, как бы мы ни переступали через себя, как бы мы ни опирались на наши таланты, на наших родителей, на наши связи, на наши деньги, на все, на что мы порой опираемся, если Господь не будет созидать наше дело, то все это напрасно. То есть, если мы даже, переживая о сохранности своего дома, выстроим там целый батальон солдат, если поставим самую современную сигнализацию, но в Божьих планах будет то, чтобы взбодрить вас духовно, чтобы кто-то при этом пролез в ваш дом, как было однажды в нашей жизни, многие знают этот опыт, я не буду его повторять, то поверьте, этот весь батальон солдат либо заснет, либо начнет играть в видеоигру, все, что хотите, до смешного может дойти, но вор в ваш дом проберется. Но речь же не только о хранении вашего дома, друзья мои. Если мы пытаемся устроить наше дело, наш бизнес, нашу учебу, уповая на свои силы, и Бог при этом не будет это благословлять, друзья мои, нет, мы даже можем что-то получить, по сути, и многие люди получают, но в итоге будет ли это нам во благо? Навряд ли. По крайней мере, Священное Писание говорит, что если Господь не созиждет, напрасно трудится строящая его. И речь не только о доме, о любом деле. Но что примечательно дальше, то есть с этим мы так вот тезисно разобрались, но нам важно прочитать этот текст в контексте второго текста, который идет в продолжении первого. Соломон говорит, напрасно вы рано встаете, поздно просиживаете, едите хлеб печали, тогда как возлюбленному своему он дает сон. Это очень сильный текст, друзья мои. И вы знаете, в принципе, на эту тему почему-то очень мало говорят. Возможно, потому что большинство проповедников как раз на этой почве-то и слабы. Ну, по крайней мере, я точно не исключение. У меня в моей личной жизни вызов отсутствия нормального количества сна один из первых в жизни моей. И здесь, когда я читаю этот текст, интересно, я просто чувствую мощное обличение в мою сторону, в сторону того, как я воспринимаю сон. И говорится, напрасно вы, вот напрасно вы рано встаете, поздно просиживайтесь, то есть сидите допоздна, едите хлеб печали, тогда как возлюбленному своему он, то есть Господь, дает сон. Очень интересно, друзья, прежде чем мы углубимся вот в этот текст, я бы хотел немножечко вас познакомить с историей так называемой сонмологии, то есть науки о сне. Это очень интересно, на самом деле, и важно для нашего понимания. Вот посмотрите, сейчас высветится на экране одна женщина, ее зовут Мария Михайловна Монасийна. Она считается родоначальницей вот такой науки, которая изучает сон. И она, что интересно, проводила множество разных экспериментов на животных, я не буду рассказывать вам их в деталях, они не очень радостные, но суть такова, что когда она заставляла не спать собак сперва на протяжении там семи дней, исход был ну максимально плачевный, то есть собаки не выживали. Когда она заставляла не спать мышей, исход был точно так же печальный, крыс точнее. Точно так же печальный, только летальный исход случался через 18 дней приблизительно. А когда она давала им спать, но не давала есть, то есть они умирали намного позже, то есть когда животные недополучали сон абсолютно, то есть его вообще не получали, они не спали, да, они умирали раньше, чем от отсутствия еды. На людях, конечно, эксперименты такие ставить ай-яй-яй, нельзя, сложно и ну это страшно. Но при этом есть некие безумные добровольцы, конечно же. и вот мы сейчас увидим нескольких ребят, которые отличились, и кто-то из них даже попал в книгу рекордов Гиннесса. Вот, например, Питер Трип, один из ведущих американских, это было еще достаточно давно, ему было 33 года, и он 201 провел без сна подряд. И это было разово, что интересно, для того, чтобы вот такой вот рекорд установить, он даже определенные вещества принимал, в результате и ученые не могли понять до конца, это было из-за препаратов или из-за того, что он просто долго не спал, но у него там и галлюцинации пошли и все что угодно, в общем, страшная вещь. Но, что интересно, вдохновил он многих таких же безумцев, и вот в 1963 году некий Рэнди Гарднер провел без сна 264 часа и 30 минут, ему было всего лишь 17 лет, и здесь уже без всяких препаратов, и ученые за этим всем, конечно же, следили, и друзья мои, вот эти все галлюцинации, страшные припадки страха у него там были, в общем, тоже дичь створилась полная с ним, и после установления этого рекорда, который официально запечатлен, запретили проводить подобные эксперименты, хотя, конечно, вы же понимаете, человеку только попробуй что-то запрети. Потом еще было много таких вот экспериментов, уже неофициальных, но, если верить источникам из интернета, был даже некий, который восемнадцать суток и семнадцать часов без сна провел, но говорят, что, опять же-таки, может, он где-то там и вздремнул, просто не видели. Может ли человек умереть от недосыпа? Это очень интересный вопрос, на который, в принципе, говорят, что да, может. И, кстати, есть сорок семей всего лишь в мире, которые больны болезнью. Очень редкая болезнь, которая называется фатальная семейная бессонница. Вот такое название, представляете? Они физически не могут спать. И такая болезнь длится от 7 до 36 месяцев, после чего непременно человек умирает. То есть, безоговорочно, случаев выживших нету, и, что интересно, лечения нету. Один был, который принимал препараты разные, очень сильные, снотворные, но это лишь помогло ему прожить дольше, все равно он умер. А так, говорят, только на генетическом уровне можно менять гены, генная терапия, которая запрещена законом, как и устанавливать рекорды в области Неспании. Поэтому, друзья мои, страшные вещи. Представьте, люди мечтали бы хоть немножко поспать, но не могут. это печальный опыт человечества. Я считаю, это печальный опыт. Может быть, для науки это интересно, но я считаю, что это печальный опыт, и в глазах Бога это печальный опыт. У них были свои мотивы прославиться, навряд ли потехи ради, конечно, чтобы их запомнили, чтобы наука больше познала в области человеческого сна. Друзья мои, конечно, мы говорим, что это очень плохо, это очень страшно, вот это вот такое страшное недосыпание. Мы всегда смотрим в радикальные стороны. Знаете, так вот привыкли либо совсем хорошо, либо совсем плохо, а вот что-то посрединке, друзья, кто из нас, интересно, не страдает проблемой, когда ты не вовремя укладываешься спать? Мы же все знаем прекрасно такие простые тезисы, что когда ты ложишься до 12, то организм лучше вспит до 12, и поэтому понимаем, что в идеале ложиться в 10-11 часов. Но у кого это из нас получается систематически делать? Да мало у кого, наверное. Ну, по крайней мере, за себя могу сказать, практически никогда не получается. При этом, что я, друзья мои, я хочу этого, но у меня не получается. И вопрос основной здесь, из-за чего недосыпаешь ты? Из-за чего недосыпаю я? Это важный вопрос. Вопрос мотивов нашего недосыпания. Что интересно, друзья мои, что Соломон, он приоткрывает нам основные мотивы недосыпания человека. Конечно, есть исключения, но послушайте, как он интересно говорит в своих наблюдениях. Это Экклесиаста, давайте прочитаем Экклесиаста, 5 главу, 11 текст. Сладок сон трудящегося. Классно звучит, но это правда, да? Вот когда напахался, так хорошо спишь потом обычно. Мало ли, много ли он съест, но послушайте, дальше пишет, но пресыщение богатого не дает ему уснуть. Интересно. Соломон, наблюдая, он очень любил наблюдать, он наблюдал за животными, за людьми, он не проводил научные эксперименты, скорее всего, но наблюдать он очень хорошо наблюдал. И посмотрите, к чему он приходит. Пресыщение богатого не дает ему уснуть. Что это значит? А значит, вот что, друзья мои, что когда вот такой трудяга обычный, чей сон сладкий, как правило, после того, как он много работал целый день, и он потом вот так вот перед сном ложится и думает, вот сейчас посплю, будет хорошо, и потом вспоминает например, своего работодателя и думает, вот Михаил Степанович, он, конечно, ну, редиска вообще, вот на работу приходит незнамо когда, а такие богатства имеет, так излишествует вот в своем богатстве вот этом всем, плохо, плохо дело, и зависть начинает где-то грызть, а возможно, мы это не воспринимаем как зависть, возможно, мы просто такие посмотрели, о, Михаил Степанович, вот как бы, вот мне бы так, как он, а что для этого нужно, а может быть, вот я что-то смогу, и если раньше, друзья мои, эти размышления просто могли не давать спать из-за того, что тебя грыз вот этот червячок зависти, то в наши дни к этому червячку зависти, который мы часто прикрываем под червячка просто мотивации, вот я бы хотел просто как он, то есть вот мы словили вот эту модель этого мира, посмотри, есть успех, что для этого нужно, нужно впахивать, потому что все говорят, ну как бы есть талант и все дела, но если ты впахивать не будешь, там Игорь Войтенко привет, навряд ли ты нас будешь смотреть, но вот, да, ты там вот, он говорит, наваливай целый день, там вот с утра, да, да, топить к мечте, и друзья мои, когда человек, вот, топя к своей мечте, забывает о библейском принципе, сохранение здоровья, в который входит здоровый сон, когда человек, идя к своей мечте, забывает, что он есть храм Духа Святого, который перерабатывает, который устает и от этого разрушается, то, друзья мои, в итоге, ты спрашиваешь, подожди, а какой твой мотив реально, вот того, что ты не доспал, точно ли твой мотив такой, что вот моя семья, просто вот сейчас мечтает поехать сюда, поэтому мне нужно вот временно к этому приложиться, до этого периода времени я сейчас вот больше поработаю, мы съездим, и потом все будет хорошо, то есть я не смотрю на других людей, мне не важно, что там вот в этом мире, какие тенденции, как вот там пропагандируется успех, я просто вот, у меня сейчас такое переживание, или знаете, есть исключение, например, я видел лично в своей жизни, когда молодая мама, у нее двое детей, от нее, к сожалению, ушел муж, и она, чтобы прокормить этих детей, вот реально вынуждена впахивать с утра до вечера, к сожалению, дети ее сидят сами, на самовоспитании таком, она возвращается, она вынуждена, и как бы хотелось, чтобы Бог дал ей сбавление, чтобы послал мужчину, который мог бы ей помочь в этом, стать официально ее мужем, и смог бы разбавить эту небиблейскую концепцию, но, друзья мои, еще раз задаю вопрос, а мой мотив какой? Не попадаю ли я в ловушку тенденций этого мира? И да, окей, пускай я не гонюсь за деньгами, я лично, пускай я занимаюсь служением, но не может ли такого быть, что мой мотив, я вот хочу успеть больше для того, чтобы закрыть свою цель, чтобы все говорили, вот это Боков, конечно, красавчик, ты глянь, он успел и соточку, со тысяч подписчиков на ютубе закрыть, он там еще и как-никак церковь успевает свою поддерживать и успевает, посмотрите, дети одеты, но не красавчик. Я не буду колупаться в вашей душе, в вашем сердце, но сделайте это сами, друзья мои. Каков мотив того, что возможно вчера или позапрошлой ночью вы легли спать после двенадцати, возможно, вы впахивали допоздна на второй или третьей работе или на вашей единственной работе под предлогом того, что вам нужно закрыть эту задачу, а почему вы ее не можете, не могли закрыть раньше? Два варианта, как минимум, основных. Первое, вы не смогли распорядиться грамотно своим временем, то бишь, приоритеты расставили так, что в то время, когда могли закрывать эту задачу, прокрастинировали, либо же играли в какую-то игрулечку, либо же слишком долго мечтали, хотя нужно было уже остановиться и начать работать, или другие какие-то причины. Либо же, друзья мои, мы просто не умеем ставить себе рамки. Знаете, я размышляю над этой темой и стараясь открываться для влияния Духа Святого, понял, что, по крайней мере, мне, Бог так сказал, он не против успеха. Мы говорили уже не один раз об успехе и что христианство и успех это непротиворечивое понятие. Но послушайте, один из фильтров подлинного христианского успеха в его достижении это здоровый сон. Потому что Бог говорит, давайте еще раз прочитаем через Соломона, как он сказал, Псалом 126, 1,2 Если Господь не созиждит дома, напрасно трудится строящий его. Если Господь не охранит города, напрасно бодрствует страж. Напрасно вы рано встаете, поздно просиживаете, едите хлеб, печали, тогда как возлюбленному своему он дает сон. Теперь объедините эти два стиха, друзья мои. И Господь так говорит, смотри, если я не благословлю это дело, пойми, все равно же оно не будет иметь успеха глобально, если ты просишь воли моей, по крайней мере. И ты, получается, вроде бы как просишь моей воли, моей поддержки, моей защиты, но при этом на кого ты рассчитываешь, сидя до полуночи или далеко за двенадцать, чтобы закрыть эту задачу. Я понимаю ли, что я возлюбленный сын Бога, который заботится обо мне, друзья мои, даже когда я сплю. Послушайте, как новый перевод Кулакова, красиво, этот же текст приводит нам. Напрасно вы рано встаете и поздно спать ложитесь. Едите хлеб трудами тяжкими, добытый, о нуждах тех, кого любит Господь, заботится он даже, когда они спят. О нуждах тех, кого любит Господь, заботится он даже, когда они спят. Друзья мои, конечно, тут очень важное примечание. Тот же Соломон в Библии он очень красиво показывает баланс. Он выступает радикально против лени. Вся Библия выступает против лени. Вот послушайте, он говорит так, Соломон в притчах 20-13. Не люби спать, чтобы тебе не обеднеть. Держи открытыми глаза твои и будешь досыто есть хлеб. Эти стихи не противоречат друг другу, друзья мои. Они просто показывают о том, что если ты действительно трудолюбивый человек, то ты не будешь спать слишком много, потому что некоторые впадают в другую крайность. Их в 10 часов не добудешься. И они там поспали уже 8-9 часов, либо же они непонятно зачем допоздна работали, думая, что вот они сейчас все успеют, а потом вынуждены просто вставать. Но они все равно не высыпаются, они все равно физически истощены. И, кстати, друзья мои, насчет этого. Там, где наука не противоречит Библию, мы можем ей доверять. Нередко я об этом говорю. И послушайте, как интересно. Крупнейшее исследование в истории проводят на тему, как недосыпание влияет на мозг. И вот сейчас вы видите четырех людей на одном кадре. Это участники этого эксперимента. Разные люди, как бы, они только наглядное пособие. На самом деле в эксперименте участвуют намного-намного больше людей, опрашивают там количество людей, не присутствующих в лаборатории. Но эти люди, они присутствуют в лаборатории. Так вот, ученый, который руководит этим исследованием, его зовут Эдриан Оуэн, он делает следующее. Он просит их не спать до четырех утра и потом сперва вечером еще до полуночи дает им некий тест, который проверяет их когнитивная способность, то есть способность мозга улавливать ту или иную информацию, анализировать, принимать решения. И потом он делает это утром после короткого сна, то есть после недосыпания их. Друзья мои, результаты, они поражают на самом деле. Результаты, они поражают. И люди сами диву давались в участвующие эксперименты. В свое время они говорят, вот цитата, кстати, одного из участников этого эксперимента, Сесилия Крамар, она говорит, если мне не удалось выспаться на следующий день, я не могу делать ничего сложного, вроде чтения, научных работ, потому что мой мозг не в состоянии нормально функционировать. Человек понимает это сам, да, как и я на самом деле понимаю, что я плохо функционирую, когда не досыпаю, но почему-то не нахожу все мотивации в конце концов вечер за вечером лечь вовремя. Какой мой мотив? Почему так? Не полагаюсь ли я все-таки на свои силы больше, не пытаюсь ли я достичь того успеха, который Богу не угоден, или той ценой, которая Богу не угодна. Или, например, один из участников, доктор Хуман Ганджавы, он говорит, он сам психиатр, и говорит, 4-5 часов за всю ночь для меня норма. Я знаю, что недостаток сна ведет к сердечным заболеваниям и может вызвать инсульт, но, как и многие врачи, я к себе это не отношу. Как ножом по сердцу. Прямо вот, я хоть и не психиатр, но это же мои слова, послушайте. Я, как пастор, как человек, который постоянно пытается узнавать Бога, выходить в отношениях с Ним на новый-новый уровень, я прекрасно знаю все эти вещи, то, что это может отразиться на здоровье, то, что мое тело это храм Святого Духа, но до конца, видать, не понимаю, что делаю или к себе это не отношу в итоге, что, ну, может быть, с кем это и случится, что-то плохое, может быть, кто-то там и заболеет, или, может быть, кто-то там и разрушает храм, но мой-то храм, он не на том цементе склеен. Какая ложь, друзья мои. Какая ложь. Что интересно, американская компания, одна очень такая мощная, это страховая группа Аэтна, тут есть даже изображение ее, она доплачивает своим сотрудникам, о, кстати, вот это изображение, это томограмма, не томограмма, в общем, сканирование мозга, вот слева, слева, это как мозг функционирует до невыспанной ночи, а справа, как после, то есть, сколько участков мозга блокируется, посмотрите, это удивительно. Давайте дальше, следующий кадр, вот эта компания, друзья мои, она доплачивает за сон сотрудникам, доплачивает за хороший сон, у них специально есть браслеты, которые это все там секут, и за 25 долларов за каждые 20 ночей, в течение которых они спали по 7 часов и более, то есть, годовой такой вот себе бонус, чисто вот, ты нормально спи, тебе 300 долларов по-любому еще заходит, и аналитики американские, они проводили исследования и пришли к тому, что каждый год экономика штатов теряет 63 миллиарда долларов из-за недосыпания сотрудников, потому что их продуктивность, она теряется. Друзья мои, а в духовном плане, а в духовном плане, действительно ли это как-то влияет, или, ну окей, ладно, мы что, не за земным гонимся, ладно, у нас там здесь будут проблемы, хотя это парадокс, конечно, да, вот мы хотим, опять же таки, здесь что-то получить, и строим свою карьеру за счет недосыпания, а угодна ли она Богу, друзья мои, мы получаем диплом порой за счет недосыпания, а угоден ли он Богу с такими мотивами, мы даже служим порой за счет недосыпания, а угодно ли это служение Богу, однажды некто сказал, я с ним долго не соглашался, и сейчас стараюсь не соглашаться, но понимаю, что это правда, он говорит, если ты, например, будешь готовиться к экзамену или к ответственному событию какому-то после двенадцати вечера, ты, может быть, подготовишься к нему лучше, если бы остановился в двенадцать, но благословение потеряешь. И здесь опять-таки, друзья мои, а почему вот я готовлюсь в последнюю ночь? Чипа трудяга. Такой, сейчас я всем покажу, какое трудяга. Или потому что у меня проблемы просто, опять же таки, с организацией моего времени. Наверное, да. Либо потому что я хочу большего и хочу показать, что я это сделаю. Либо же хочу, чтобы Бог помог, но сам Ему этого не даю. Господи, Ты мне помоги, пожалуйста, но ночью буду работать я. Ты мне, наверное, днем только можешь помочь, а ночью нет. Так вот, а в духовном плане как влияет недосыпание на нашу духовную жизнь с вами. Друзья, есть, помимо текста о храме Святого Духа, есть очень интересный текст, еще два точнее мы прочитаем. Тот же Соломон, он написал еще следующее, послушайте. Очень известная история, когда Бог явился Соломону и говорит, спроси, что хочешь. И помните, конечно, он не просил богатства, не просил там славы. А чего просил? Мудрости, безусловно. Так вот, как Соломон говорит, даруй же рабу твоему сердце разумное, чтобы судить народ твой и различать, что добро и что зло. Ибо кто может управлять этим многочисленным народом твоим? Благоугодно было Господу, чтобы Соломон просил это. Так вот, царь просит сердце разумное, чтобы судить народ и так, чтобы это разумное сердце могло отличать добро от зла. Друзья мои, но мы же прекрасно понимаем, что когда Соломон просил о мудром сердце, он не просил о более мощном насосе, перекачивающем кровь в грудной области. Не об этом сердце же идет речь, не правда ли? Когда в Библии мы говорим о сердце, как и о наших эмоциях, и в том числе, друзья мои, в данном случае, что различает добро и зло? Это вся наша внутренность, куда в первую очередь включен мозг, друзья мои. Ведь принятие решений не вот здесь. Эмоции нам могут подсказывать, опыт наш какой-то может подсказывать, но в итоге, друзья мои, рациональность, она вот здесь. И Господь Духом Своим, Он влияет на разум наш, на наши чувства, но и наш разум. И если наш мозг будет вот как вот там вот справа после сканирования, где участки будут проглажены нашим недосыпанием, мозговые извилины, то скажите, друзья мои, разве честно просить у Бога благословения, мудрости, если мы сами получается мешаем Духу Святому работать с нашим мозгом, чтобы мы потом принимали правильное решение? И можно приводить много практических примеров. Я точно такой же, как и вы, наверное, даже слабее в плане сна. Для меня это большой вызов. Мне всегда кажется, что я много не успел. И вот сейчас я еще чуть-чуть не досплю, я доделаю, и все будет хорошо. И постоянно каждую ночь попадаюсь в эту ловушку, потому что каждую ночь что-то не доделываю, и в итоге не высыпаюсь, и в итоге моя продуктивность страдает, и в итоге мои отношения с Богом страдают, с моей семьей страдают, потому что приходя домой с работы, что я хочу? Я не так хочу уже их обнять, как хочу просто пойти спать. А потом, когда нужно готовиться к проповеди, я готовлюсь, и вместо того, чтобы мой мозг работал классно, чтобы мой мозг был свеж и готов был принимать то, что Дух Святой посылает, Дух Святой стучится в разум, пытается туда хорошую мысль правильную положить, а иногда мозг просто не в состоянии, он закрывается. Ну и вы, дорогие друзья мои, как слушатели, я ни в коем случае не виню тех, кто покунивает немножко, подхрапывает на той или иной проповеди или на другой части служения. Друзья мои, я прекрасно вас понимаю, но речь-то не о том, что приятно это проповеднику или нет, речь-то о вашем сердце. Что вы получаете, приходя сюда? Что вы получаете, приходя сюда? И самый главный вопрос, что вы получаете, уходя отсюда? Когда ваш мозг готов воспринимать всю информацию? Или когда вам вроде бы как интересно, но извините, пожалуйста, у меня была серьезная ночь, я спасал этот мир. Друзья мои, не могу не коснуться, конечно же, другого мотива. Порой мы не досыпаем просто из-за нашей слабости и глупости. И я не знаю, как это расценивает Бог, где оно все более страшно, где менее страшно, но, друзья, есть-то те люди, которые еще не вступили на путь осознанной серьезной жизни, зарабатывания денег для пропитания для своей семьи. Да, они учатся, да, им помогают родители, друзья мои, все равно ложатся поздно, причем не из-за учебы порой, а из-за того, что играют в игры по ночам, из-за того, что вот прям в 12 ночи приходит потрясающая мысль, уникальная, послушай, я сейчас духовно напитаюсь, посмотрю фильм какой-то такой прям глубокий, проницательный, так что вот. От кого эта мысль, друзья мои, сейчас, если Господь говорит, что возлюбленному Господа сон приготовлен. Соломон тут же говорит, что всему свое время, время всякой вещи под солнцем, время строить, время разрушать и так далее, друзья мои, время бодрствовать в физическом плане и время спать. и когда мы, отталкиваясь от мотива, который говорит Соломон, вот мы подумали о том, что слушайте, нам нужно ради нашего успеха, ради нашей какой-то цели, чтобы не отставать от других или чтобы быть впереди от других, мы начинаем не спать из-за этого ночью. И, друзья мои, мы просто не замечаем, как начинаем нарушать один за другим Божий закон. Начинаем, вот смотрите, 10 заповедь, не пожелай, вот она, есть здесь яма в этой заповеди, мы в нее падаем, и в итоге, когда мы, понимая или не понимая этого, начинаем кого-то завидовать или хотим достичь чего-то большего в нашей жизни, большего, 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 вопреки Божьей воле, то в итоге, смотрите, как получается, мы устаем физически, истощаемся, обманываем самих себя, что вот мы еще чуть-чуть и вот эту недельку, как я часто моей любимой супруге говорю, смотри, вот эта неделя будет напряжная, следующая, там я каждый вечер ложусь спать вовремя вместе с тобой, не буду дольше засиживать, я там и время больше семье уделю и так далее, друзья мои, обман, я попадаюсь в эту ловушку, нет, я хочу этого, правда, искренне, но не получается, это уже жизненный опыт, мамочки, мой маленький такой вот, но жизненный опыт, и дальше, друзья мои, смотрите, как получается, когда, слава Богу, я верю, что никогда нарушение этой заповеди в нашу жизнь не вторгнется, но, друзья мои, научно доказано, что люди, которые умственно работают очень сильно, которые лидеры, которые начальники, в их ответственности много людей, они истощаются быстрее, их сила воли истощается быстрее, то есть сила воли, как мышца, в том числе, работает, и поэтому случай измены в таких семьях, они на совсем другом уровне в негативном плане, то есть они случаются чаще, намного чаще случаются измены, не потому что муж плохой, муж был прекрасный, но потом он вот там себя ограничил, там себя ограничил, вот там одну ночь не доспал, вот там одну ночь не доспал, это недосыпание, истощается организм, все, и потом он сталкивается с соблазном, и не может ему противостоять, потому что разум нечистый. Дальше пошли. Воруем время, всему свое время, как Соломон говорит, как мы говорили, есть время для того, чтобы бодрствовать Богом заложено, ведь он создал день и создал ночь, и мы, получается, сами у себя воруем время у своей ночи, говорит, это же моя жизнь, это же я сам, я жаворонок, это не важно, кто ты, хоть жар птица. Послушай, есть время, для сна, который Бог нам приготовил. И если мы его крадем у нашей ночи Божьего плана, то мы в итоге потихонечку, заметно или незаметно, убиваем самих себя, убиваем отношения с близкими, убиваем продуктивность на нашей работе, убиваем взаимоотношения с Богом. Ну и выразиться это может в бунте против наших родителей, если мы пока что еще в их опеке. Бунт против нашего начальства, в то время, как Господь говорит, ты подчиняйся властям, если они не говорят делать то, чего Библия говорит не делать. И вся, получается, вот эта вот скрижаль правая, если мы смотрим на заповеди, то есть вся правая скрижаль нарушится. И поэтому сегодня я понимаю, как важно, чтобы Господь достучался в конце концов до меня. И чтобы я больше Ему доверился. И чтобы я запомнил, что Господь возлюбленному своему дает сон. Это Его воля. И как это отобразится потом на моей духовной жизни, физической жизни? Это по-разному, друзья мои. По-разному. Возможно, где-то что-то я не успею. Возможно, где-то что-то я недополучу. И голос внутренний будет подсказывать тот, не Духа Святого голос, а голос врага, что посмотри, ты не успеваешь опять, у тебя не будет успеха, ты не закроешь эту цель, ты вот здесь, ты вот тут, может быть, плохую ценку на экзамене получаешь, и так далее. Друзья мои, когда ты этот голос блокируешь и доверяешь Богу, и понимаешь, что даже когда ты спишь, если ты все от себя возможное сделал днем еще, то все, время поспать, отдохнуть, ночью, это время, когда ты спишь, Бог все равно работает. Это доверие Богу. Это новый уровень отношений. И в заключение расскажу историю, которая наверняка вам очень хорошо уже известна. Я не знаю, подлинны ли все детали этой истории, как описано в интернете, но есть она, такая история, даже изображение ее есть. Мы сейчас можем увидеть его на экране. История о том, как после землетрясения в Японии прошло очень мало времени после трагедии этой, после того, как совершилось землетрясение, и спасатели, они побежали в каждый дом, куда могли успеть, для того, чтобы спасти выживших. И многих спасли, конечно. Но вот когда они подбежали к одному дому, они, поднимая часть обломков этого дома, обнаружили женщину, которая находилась под обломками в очень такой несвойственной, неестественной позе, позе склонившейся, словно молящейся позе. И они надеялись, что эта женщина, она еще жива. Однако, прикоснувшись к ней, ощутив холод от его тела и ощутив, что пульса нет, они поняли, что она мертва и уже начали выходить с этого дома. Но в сознании главнокомандующей этой спасательной группы постоянно пробивался голос «Не уходи! Не уходи! Проверь еще раз! Проверь еще раз!» И вот он возвращаясь туда и подняв еще несколько обломков, чтобы заглянуть, думать, под эту женщину, он обнаружил, что эта женщина, склонившись, держит какой-то сверток в руках. Под каким-то теплым одеяльцем они нашли ребенка. Поразительно было то, что ребенок продолжал спать на руках у своей матери. И когда они взяли этот маленький сверточек, ребеночек начал просыпаться, он был жив. Они увидели, что рядом с ребеночком в этом одеяле лежит мобильный телефон, который еще не успел разрядиться, и на экране мобильного телефона было сообщение «Если ты выживешь, помни, что я тебя люблю. Если ты выживешь, помни, что я тебя люблю». И перечитывая эту историю, я понимаю, что сегодня Господь подобно этой любящей матери обращается к нам и говорит «Послушай, ведь я сделал все для того, чтобы ты выжил, и чтобы ты мог мне доверять и знал, что я позабочусь о тебе. Если будет все хорошо, или если земля будет трястись под твоими ногами, я тебя обниму, я сохраню тебя, я даю тебе сон». Доверяй мне, доверяй мне, пожалуйста. Не нужно переступать через себя и гнаться за тенденциями этого мира. Когда есть ночь, посвяти ему тому, чтобы выспаться. Этим ты покажешь, что доверяешь мне. Этим ты покажешь, что понимаешь, насколько сильно я люблю тебя, потому что возлюбленному своему он дает сон. Господь умирожден нас, и спасение получено нами. Но Господь хочет, чтобы мы, принимая это спасение, могли быть полезными этому миру еще, могли жить счастливо здесь. Друзья мои, да, отсутствие здорового сна, оно показывает, что мы еще не все поняли в отношениях с Богом. Отсутствие здорового сна, оно показывает, что в нашем духовном храме есть трещины. Еще не поздно их залатать, еще не поздно довериться Богу сполна, научиться доверять Ему сполна, ведь Он настолько нас любит, что говорит, возлюбил тебя любовью вечную, Еремия 31, 3, простерк тебе свое благоволение, возлюбил тебя любовью вечную, никогда не отпущу, всегда буду рядом, подобно той матери, которая отдала свою жизнь ради своего ребенка.